Всем привет! Я София Голберг. На этот раз хочу ответить на вопросы по теме биохимии мозга и магии. Мне присылали несколько вопросов после, когда я начала в страничке ВКонтакте писать мои исследования работы профессора Менгеля и других, которые занимались в команде. Это еще было во времена Второй мировой, это в период с 1942 года по 1944. И они занимались исследованиями, насколько есть неадекватность и неординарность способностей работы мозга именно у людей, которые связаны с магией. То есть, есть ли у них такое исследование, какая-то есть ли разница между мозгом обыкновенного человека и мозгом того, кто занимается магией или паранормальной способности имеет, есть ли тут какая-то специфика. Я с этим тоже копалась, это была очень интересная тема. И когда я написала немножко, мне стали посылать вопросы. Я написала немножко в моих страничках ВКонтакте. И у меня есть немножко дубликатов на моей странице в Фейсбук. Дальше, вот хотела как раз рассказать. Магия – это магия. Говорю, ученые, есть много очень талантливых ученых. Была одна очень талантливая женщина-ученая, к сожалению, она умерла по причине старости. И я не успела с ней пообщаться, хотя очень хотела. Вот. И есть люди, которые изучают мозг, изучают, как это работает. Но лишь немногие изучают еще со стороны магии. То есть, многие в магию не верят. Ученые в большинстве своем отрицают существование магических явлений, паранормальных явлений. И говорят, что типа все люди равны, все оно одинаково, одинаковые способности. Нет. Мозг, во-первых, у каждого человека индивидуальный, генофонд индивидуальный. У кого-то мозги развиты гораздо больше, у кого-то более творческое. А у кого-то, ну, действительно, магия, она напрямую зависит способности предсказывать будущее, способности к гипнозу. Это напрямую зависит от генофонда, от генетики. И эти исследования проводил еще профессор Менгеле с его командой в 42-м и 43-м году. В 44-м они это забросили по историческим причинам. Я об этом расскажу попозже. Вот. Причем я занимаюсь магией, и у меня уже звание магистра, черной магией. Но ученые в эту магию не верят в основном. Многие очень сомневаются вообще в существовании магии. Но, естественно, я со стороны, как я знаю и то, и другое. То есть и наука, и магия. И поэтому я могу доказать и на своих исследованиях, и на своем личном примере, что у тех, кто занимается магией, мозг работает немножко по-другому. Но немножко это как? Представим, вот так вот, круто, вот это в мозги делится пополам. Левая часть, правая часть. Вот. Вот. И если представить, что у человека, допустим, в момент его активности, мозговой активности, человек о чем-то вот думает, сосредоточен. У него начинает в левой части мозга больше как бы сконцентрировано активности. И даже когда проверяли на экранах, показывается такое более яркое пятнышко, что вот здесь, в этой части мозга идет активность. В этой части уже не такая активность. Но много меньше. И они перепадают. Вот. А у мага, когда маг читает заклинания, когда правильно читает. У меня, кстати, на канале есть, как правильно читаются магические заклинания в черной магии. Там, кстати, интересный момент был. Есть такое видео, на канале у меня можно его найти. Вот. И когда маг читает заклинания, и получается, что мозговая активность идет вот по всему мозгу. Вот так вот мозг, две половинки. И активность идет вот так вот по кругу. Вот так по кругу против часовой. Это, кстати, можно проверить на экспериментах реально с нормальной аппаратурой, которая в современное время уже существует. Это можно проверить и доказать. Это еще одно. Но маги, это я отдельно тему расскажу, чем отличается настоящий маг, профессионал, отличается от шарлатана. Из-за шарлатанов настоящим магам перестали верить. То есть мозг мага во время чтения заклинания начинает работать именно по другой, что активность идет вот так вот по кругу. Именно не по спирали. Но когда есть заклинание, это одно. А магические действия, магический танец, это совсем другая тема. И можно доказать, что даже экспериментально можно доказать, что если маг занимается уже именно магическим ритуалом, специальный ритуал, что да, действительно, кроме того, что гипноз, кроме того, что можно на время восстановить мертвые клетки, умершие животные или что-то, на время его можно восстановить с помощью магии. Да, это можно. Дальше магия может восстанавливать эти структуры. Ну, вот как у меня цветочки. Допустим, если цветок увядает, а с помощью магии его можно на какое-то время восстановить. И это можно доказать. В то время, когда маг этим занимается, его мозг работает опять по-другому. И это уже формирует биоэнергетику, биоэнергетику всего тела. И, кроме того, это создает изменения в генофонде. Поэтому вот эти ученые, немецкие ученые, которые занимались этими исследованиями еще в 40-х годах, что было самое интересное, что они нашли, что у цыган было особенное восприятие. И у цыган были особые показания, потому что у цыган очень много тех, кто занимается предсказанием, кто занимается магией. И ученые находили, что да, действительно, у цыган восприятие сознания работало по-другому, не так, как у других испытуемых. Это уже доказывали. Я говорю, почему? Ну, у меня моя прапрабабка, она цыганка. И я говорю, действительно, магические свойства передаются генетически, передаются через поколения. Потому что магия переформовывает генофонд самого человека. И это уже унаследуют его дети, внуки и правнуки. Но с научной стороны можно рассчитать, как именно магия, она переформовывает генетику, генофонд и дает человеку свойства, которые передаются через поколения. И научно можно рассчитать, как именно, через какие поколения это свойство проявится. То есть не у каждого это есть. Допустим, интуиция дана не всем людям. Интуиция, она присуща некоторым людям в особой форме. У них есть интуиция видеть будущее, предсказать, считывать с информационного поля. Информационное поле существует, и наука уже сейчас пытается это доказывать. Но сейчас это такие споры идут, что да или нет, чуть ли не до грызни доходят. Но существование информационного поля и передача посредством телепатии на огромном расстоянии, даже с незнанием языка другого того, кто принимает рецепент. Но это можно. И это можно доказать с научной стороны. Я даже знаю, как. Боже, я этим когда-то, возможно, и займусь. Пока я только теории пишу. А как маг я делаю практику. Ну вот. Дальше я хотела еще рассказать, что магия дает формирование новых свойств в генетике человека. И как эти ученые из Германии, они пытались тогда сделать, правда ли можно создать суперчеловека, сверхчеловека какого-то. Можно ли это сделать? И используются ли здесь магические какие-то заклинания, магические обряды. Они пытались, но все, что эти восемь месяцев они успевали заняться этой работой, об этих исследованиях я расскажу попозже. Эти исследования были просто шокирующие результаты имели. Да, действительно, возможно создать сверхчеловека со сверхспособностями. И в этом, прежде всего, магия. Это как основное клише, по каким параметрам можно это делать, как именно магические заклинания и магические ритуалы. Как это поможет действительно, да, менять биоструктуру, да, действительно активизировать определенные участки мозга, которые у обыкновенного человека, в обыкновенной среде, в обыкновенном мышлении не работают. Но результат у этого будет феноменальный. И да, действительно, все это правда и все это существует. Доказать можно. Ну, пока, до новых встреч.